Здравствуйте, уважаемые друзья-соратники! Сегодня 13 ноября. Трансляция ведется из Москвы у Государственной Думы. Ой, извините. Итак, сейчас мы будем наблюдать одиночный пикет Национально-освободительного движения. У нас проходит серия пикетов под названием «Решение народа передаем властям». И мы оповещаем СМИ, мы хотим сделать прорыв информационной блокады и оповестить все органы власти, что решение народа мы несем, мы сделали, мы несем. Будем частями относить, вот первая часть – это 150 тысяч отсканированных уже подписей. Сейчас мы подойдем к пикетчику. Добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, по какому поводу вы сегодня тут стоите? Мы каждый день стоим, в принципе, по этому поводу. Мы освещаем для людей, даем информацию, что сбор подписей, который продолжался уже 8 месяцев, многие ждали, многие говорили, ну когда же ваши подписи пойдут, какой-то код им этим подписям пойдет. Вот, с первого ноября уже мы начали подавать подписи властям. Вот это Совет Федерации отдали, Следственный комитет. Сейчас я вам газету дам. Подождите. Начинаем. Да, возьмите. Извиняюсь. И далее по Пикстон, Государственную Думу, Верховный Совет, Верховный Суд. И в итоге, так, веки, 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 веки. Дальше уже президенту будут подаваться эти подписи, и они начнут принимать какое-то решение. По какому поводу мы стоим вообще? Да, вот скажите, для тех людей, которые первый раз увидели пикет национально-освободительного движения сейчас. Для тех, кто первый раз увидел. Что это за движение? Это национально-освободительное движение. На чем оно основано? Мы даем информацию, которая дает понимание, что нам делать, чтобы наша страна не была зависимой. То есть, они в первую очередь говорят, что мы зависимы от внешнего управления, то есть, от иностранного влияния. Так. Объясняем, каким образом зависим, и даем рецепт, как от этого внешнего управления избавиться. Потому что внешнее управление нам навязывает свою волю, которую мы должны выполнять. Воля – это иностранных государств, которые нам ничего хорошего не принесли. В чем заключается внешнее управление? Это у нас статья 15.4, которая говорит о приоритете международных норм и правил над нашими законами. В чем ее прелесть, так сказать? Она прелесть для иностранцев больше, чем для нас. В том, что нам Международный валютный фонд по рекомендации Государственного департамента США навязывает нам законы, которые для нас, или не приемлемы, но обязательны. Обязательны, да? Поэтому у нас, получается, много принимаются тех законов, которые просто являются антинародными. Люди не понимают многие этого. Мы вот стоим для чего? Для того, чтобы, во-первых, осветить эту информацию и показать, где у нас корень зла. У нас корень зла как бы не в том, что Путин подписывает эти законы, и он виноват. А в том, что у нас сама система создана так, что Путин не имеет права подписать некоторые законы, даже если он очень хочет. Люди, конечно, в этом не верят, потому что... А почему он не может подписать, скажите? Ну, он не может подписать, потому что у нас законы, которые разрабатывает МВФ, Государственная дума и правительство, как бы они обязаны принять без оговора. Так как бы написано, расшифровывается статья, это 15 пункт 4. Об этом говорится в Верховном суде в постановлении номер 5 от 2003 года, 10-го и 10-го. И там очень подробно это все расшифровывается. То есть мы обязаны эти нормы принять, начиная там от повышения, все повышения НДС, повышения пенсионного возраста, все это идет оттуда. Все эти повышения были прописаны в 17-м году, а начали как бы уже реализовываться после 18-го года. И целенаправленно их еще, чтобы спровоцировать Путина, потому что Путин в внешней политике очень много не нравится западным странам. То есть он создает как бы силу, которая противодействует, может противодействовать их силе. И у них, как бы они не привыкли, чтобы их не слушались. То есть Америка сказала... Один центр власти, правильно? Один центр власти, да. Путин говорит, один центр власти. Ну и поэтому, в общем-то, у нас каждый день идут пикеты, чтобы объяснить людям самым простым способом, что у нас нужно изменить. Люди не слышат, потому что нет прорыва информационного в СМИ, правильно? Да, нас СМИ не показывают, о нас не рассказывают ничего. Хотя 8 лет, 8 лет стоим в пикетах, фактически каждый день, во всех, во всех, начиная там с 12-го года, изначально было только в Москве, потом во всей России распространилось, передали. Вся информация идет из рук в руки, передается в города, люди даже делают автопробеги специальные, чтобы дать информацию как можно дальше в глубинку России. И поэтому сейчас уже многие знают, гораздо больше, чем было в 12-м году, практически никто не знал, делали круглые глаза. Сейчас уже многие сами подходят и говорят, ну где там можно подписаться, дают, люди понимают, разбираются. Вот, и дай бог, чтобы люди по максимуму разобрались. Да, и по телевидению тоже иногда мелькают. Даже у Соловьева Владимира недавно, первый раз, вот за все время, слово «нот» мелькнуло. Потому что он сказал, ну вот навольнят, показывают пикеты, как они карусель делают, а «нот», где «нот», почему его не видно, не слышно. Вот, хоть один разочек упомянули нас. Да, по телевизору нас тоже стараются вырезать, если даже кто-то пробивается с этой информацией. Вот, это были много случаев, когда наши соратники как бы прорывались в какой-то канал, вот, говорили об этом напрямую. Вот, ну, в итоге потом вырезали все это, все, что он говорил. Все вырезается. Все вырезается, да. Вот у нас и Ганич Денис Сергеевич, наш руководитель партии «Национальный курс», тоже самое, его приглашают, вот, на «Звезду», и потом все вырезается. Так что, нет еще прорыва, нет нашего прорыва в СМИ. Так что, люди дорогие, подключайтесь к сбору подписей. Вы можете зайти на наш сайт, за референдум народ.ру, специально созданные по сбору подписей. Там есть несколько образцов бланков, выбрать себе по душе, скачать, распечатать, подписать. Но прежде чем подписывать, пожалуйста, посмотрите видео, как это делать, потому что вы все-таки посылаете свои подписи правительству и аккуратненько все сделаете, пожалуйста. Вот, и также вы можете зайти на наш официальный сайт, нодовский, руснот.ру. Там тоже очень много информации. Ну вот, на этом, пожалуй, мы закончим наш стрим по... Родина, свобода, Путин. Освободим отечество вместе. Подключайтесь. Подписи еще собираем. Всего доброго, до свидания.